Здравствуйте дорогие друзья, это еженедельные новости из мира техники и технологий на ютуб канале BigGeek, устраивайтесь поудобнее. Вот и закончилась международная выставка потребительской электроники CS2024. Показали очень много безделушек, а самых полезных далее. MSI представила Claw A1M, первую в мире портативную консоль на Intel Core Ultra поколение Meteor Lake. Три конфигурации. В базе идет Core Ultra 5 и SSD на 512 гигабайт за 700 долларов и в топе Core Ultra 7 155H и 1 ТБ SSD за 800 долларов, 16 гигабайт оперативки, аккумулятор емкостью 53 ватт час, производитель заявляет о двух часах автономной работы при полной нагрузке. 7-дюймовый Full HD дисплей имеет яркость 500 нит и частоту 120 герц, есть интерфейс Thunderbolt 4, аудио джек и слот под microSD карты, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Еще из интересного дактилоскопический сенсор для разблокировки. Работает под управлением Windows 11 с предустановленным приложением MSI Center M для быстрого запуска игр. Есть еще приложение App Player для запуска Android игр. Уже есть первые отзывы и портативка к сожалению пока сырая. Проявляется все это дело в тормозах, скачках производительности, теплопакет высокий 24-27 ватт, но до релиза еще несколько месяцев может допилят. Sony показала шлем смешанной реальности с двумя 4K OLED дисплеями, предназначенными для создания 3D контента путем наложения виртуальных объектов на физическое пространство. Запатентованная технология рендеринга позволяет в реальном времени обрабатывать текстуру в высоком разрешении. Управление осуществляется с помощью двух контроллеров, один из которых надевается как кольцо на палец. В нем используется представленный только на этой неделе чип Qualcomm Snapdragon XR2 Plus второго поколения. А еще компания представила новые цвета съемных панелей для PS5 Slim. Версии с синим, серебристым и красным цветами выйдут в начале 2024 года по цене $55. Ходят слухи, что Sony хочет выпустить свой бюджетный аналог Xbox Series S. Из-за того, что продажа PS5 Slim конечно хорошая по отношению к PS5, но вот по отношению к PS4 не очень и затраты на разработку не отбиваются. Samsung показала первый в мире прозрачный дисплей Micro LED. Два демонстрационных экрана были с тонированным стеклом, а один с полностью прозрачным. Картинка с высокой плотностью пикселей и яркостью выглядит как парящая голограмма. Стоимость панелей пока непомерно дорога 150 тысяч долларов за 110 дюймовую версию, там есть еще и побольше, ну и соответственно подороже. Так что скорее всего на данный момент это какая-то имиджевая тема для, допустим, рекламных целей и до потребителей такое устройство дают не скоро. Из схожей ценовой категории складной 137 дюймовый телевизор компании C-Seed, состоящий из пяти панелей. Это Micro LED, заявленная пиковая яркость составляет 4000 нит, а частота обновления 3840 герц. 233 тысячи долларов. И раскладывается очень долго, полторы минуты. Это я ускорял видео для того, чтобы все вместилось в короткий закадровый текст. Зачем оно надо? Ну, потому что могут. Показали первые в мире ультра-короткофокусные 8K проекторы с беспроводным подключением устройств. В Samsung Premiere 8K используется DLP источник с яркостью до 4000 люмен, способный с расстояния 30 см вывести диагональ в 150 дюймов. То есть основная фишка этого проектора по отношению к тому, который выпустился в прошлом году в том, что есть возможность подключать беспроводные интерфейсы. Ну, с высокой пропускной способностью, соответственно. Зачем это надо? Для LR проектора, тот который непосредственно устанавливается под проекционным экраном, большой вопрос. Тут с подключением девайсов никаких проблем нет. Другое дело, когда проектор висит где-нибудь на потолке. И тут уже Apple TV подключить, надо кабель менеджмент сделать. В общем, это не очень красиво. И вот тут такая коробка была бы актуальна. Ну и да, многие СМИ преподнесли вообще этот проектор как беспроводной проектор. Но там провод есть, который, питание. Потому что такую яркость необходимо еще как-то выдавать. А так здесь речь только про беспроводные интерфейсы. Еще Samsung продемонстрировала новую версию домашнего робота-компаньона с искусственным интеллектом Bally. Он может подключаться к бытовой технике и управлять ею, отчитываться о статусе домашних животных, отправляя видеосообщения и проецировать видеоролики на различные поверхности. Выглядит прикольно, но не так эффективно, как полноценный умный дом. Да и это устройство будет ездить по квартире, а соответственно где-то застаревать. Как и обычные роботы-пылесосы. Так что эффектно, но неэффективно. Из-за того, что это универсальный девайс. А универсальное всегда авра хорошего. LG представила первый в мире телевизор с прозрачным OLED-экраном и беспроводным подключением через блок Zero Connect Box. В LG OLED-T задействуется 77-дюймовая 4К панель и чип собственной разработки Альфа-11 с увеличенной на 70% производительностью и на 30% скоростью обработки. Как я понял, телевизор решает проблемы богатых. То полку за телеком не видно, то необходимо покупать два телевизора, чтобы их установить на одной допустим перегородке, разделяющей две комнаты. А тут более дорогое решение получается. Ну в общем тенденцию вы поняли. Раньше были складные экраны, сейчас прозрачные. Зачем это нужно? Пока не понятно. Intel представила оставшуюся часть линейки процессоров Raptor Lake Refresh без разблокированного множителя, а также анонсировала процессоры линейки Lunar Lake. В них будет распаяна получается уже объединенная память от 8 до 32 гигабайт, как в чипах Apple Silicon. Ядер тоже немного, 4 производительных и 4 энергоэффективных. Используется интегрированная графика нового поколения. Теплопакет от 17 до 30 Вт с возможностью понижения до 8 Вт в энергосберегающем режиме. Для тех, кто устал от смартфона, представлен Rabbit R1. Устройство работает по принципу рации и обращается к искусственному интеллекту. Возможности заявлено уйма. Отправка сообщений, вызов такси, заказ еды, запуск музыки, видеочат, создание гриптов. Штука интересная, но заточенная сугубо под американский рынок и его сервисы. Как по мне, было бы куда актуальнее, если бы ограничились какими-нибудь стандартными программами вроде того же Telegram, либо интернета с функцией голосового поиска. И такой девайс уже можно было бы продать, например, старикам, которым сложно осваивать сенсорные девайсы. А в Telego они хотят пользоваться. Визинкс анонсировала мультифункциональное устройство Multiscope BMO. Это и термометр, и пульсоксиметр, и статоскоп, и электрокардиограф, а на корпусе есть электроды. Устройство предлагает дистанционную связь с врачом для передачи данных в реальном времени. Устройство однозначно интересное и цена доступная – 250$, но как и у многих портативных устройств, завязанных на здоровье, там нет специального сертификата, говорящего о том, что это медицинский прибор. А от точности работы такого девайса может зависеть с жизнью родственника. Еще из сферы здоровья запомнился Anura Magic Mirror от компании Nura Logic X. Это 21,5-дюймовое настольное умное зеркало, которое использует комбинацию датчиков и искусственного интеллекта для проверки свыше 100 параметров здоровья и оценки риска заболеваний. После 30 секунд сканирования вы можете узнать артериальное давление, вариабельность сердечного ритма, частоту пульса, частоту дыхания и возраст кожи лица. Получается прямо как в фильмах из будущего. Пришел в ванну зубы почистить, там висит такое зеркало и уже звонит твой врач. Говорит что-то ты там не высыпаешься и у тебя по показателям что-то не в порядке. Футуристичненько. Официально представлены видеокарты GeForce RTX 4080 Super, 4070 Ti Super и 4070 Super. Цены в отличии от производительности не поднялись. В довесок выкатили G-Sync Pulsar. Объединяет в себе технологию адаптивной кадровой частоты монитора и технологию страбирования подсветки. В замедленной съемке на 360 герцовом мониторе видно меньше размытия и в играх достигается выше точность отслеживания цели. Но для того чтобы все заработало в вашем мониторе должен стоять специальный чип Nvidia. Первым таким монитором станет ASUS ROG SWIFT PG27, который выйдет позже. В рамках ивента Nvidia представила геймплейный трейлер Half-Life 2 RTX, ремастера культового шутера Valve на базе платформы RTX Remix. В трейлере можно взглянуть на обновленный Ravenholm, отца Григория, зомби, стрельбу из пистолета-пулемета и применение гравипушки. Сроки релиза пока неизвестны, ремастеры это конечно круто, Half-Life Alyx очень сильно понравился, но мы все, фанаты Half-ы, ждем Half-Life 3. Переходим к новостям из мира смартфонов, планшетов и прочих портативных штук. ASUS представила триггеровых смартфона ROG Phone 8, 8 Pro и 8 Pro Edition с минимальными отличиями. Характеристики девайсов мы уже обсуждали ранее в сливах и они подтвердились. Из интересного свежий более строгий дизайн, влагозащита IP68, на смену конвективной системы охлаждения пришло кондуктивное, заточенное подотвод тепла через внешне активный кулер, КПД которого стало больше в 1,2 раза. Улучшены фото и видео возможности. Геймеры геймерами, а устройства все равно продавать надо. Я рад, что компания вышла на дорожку более сдержанных устройств для обычного потребителя, а не на геймера. Я вообще ненавижу эти все систо перделки, связанные с подсветками и вычурным дизайном в устройствах. Плюс добавили влагозащиту, правда емкость аккумулятора немножко меньше стала на 500 мАч, 5500 составляет. И наконец-таки сделан упор на фото и видео возможности устройства. В общем популяризация продукта идет полным ходом. Wi-Fi Alliance официально сертифицировал беспроводной стандарт Wi-Fi 7. Он позволяет устройствам передавать и принимать данные одновременно в 3 диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц для увеличения пропускной способности, сокращения задержек и повышения надежности. Ширина канала в 2 раза больше чем у Wi-Fi 6 и составляет 320 МГц. Осталось дождаться Wi-Fi 7 роутеров и устройств, которые поддерживают этот стандарт. Правда тут обычный интернет по скорости передачи данных даже до Wi-Fi 6, не говоря уже про 6Е, не дотягивает. А вот для локальных сетей и умных домов я думаю будет самое то. Правда наши реалии говорят о том, что за железобетонной панелькой ловит только 2,4 ГГц. Micron первой на рынке представил оперативную память LPDDR5X в виде модуля LPCAM2, который на 64% компактнее обычных SODIMM, объемы от 16 до 64 ГБ, скорость передачи данных до 9600 Мбит в секунду. Такие решения отлично подойдут для тоненьких ультрабуков, плюс энергопотребление снижается, а это важно для автономности. Ну и остается открытым вопрос цены. На прошлой неделе мы рассказывали какие Huawei молодцы и победили санкции. А на этой после разборки стало известно, что 5-нанометровый Kirin 9006C производится не китайской компанией SMIC, а тайваньской TSMC. То есть скорее всего у Huawei остались досанкционные запасы чипов Kirin 9000 2020 года, а так их заводы пока могут выпускать лишь 7-нанометровые чипы. Ну как сказать лишь, это уже хорошее достижение. Далее у нас новости из мира Apple. Продажи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro за 3500 долларов стартуют 2 февраля. Самое главное конечно же это контент. Apple уже заявила, что на старте будет доступна коллекция прозрачных игр, среди которых будет Fruit Ninja, Олды помнят и какой-то Golf. Также будет коллекция из 153D в фильмах, а на Apple TV можно будет посмотреть 8К видеоролики с углом обзора в 180 градусов. И появилась информация для разработчиков. Создавать приложение для шлема Apple Vision Pro можно будет только на Mac с чипами Apple Silicon. Intel остается в пролете. Для тех кому шлем покажется дорогим, на CS представили очки дополненной реальности. Xreal Air 2 Ultra за 700 долларов, поддерживающие воспроизведение пространственного видео снятого на iPhone. Ну и характеристики попроще. Full HD разрешение на каждый глаз, всего две 3D камеры для отслеживания движения рук и других объектов. Зато есть поддержка не только айфонов, но и смартфонов Samsung Galaxy и ПК на Windows. И выглядят такие очки куда презентабельнее. Давайте пробежимся по слухам. Apple тестирует большую языковую модель Ajax и вначале планируют интегрировать ее в офисные приложения Pages и Keynote, Player Apple Music для автоматизации плейлистов и Xcode для помощи в написании кода. Будет интеграция и в iOS 18, но основной упор на искусственный интеллект в операционке стоит ожидать лишь в 2025 году. В разработке находятся Mac Studio и Mac Pro с чипами M3, в том числе и M3 Ultra. В серии M3 будет модификация с 32 ядрами процессорной части и 80 ядрами графической. Чипы и маки представят во второй половине этого года, то есть не раньше WWDC, а вероятнее всего, судя по слухам, осенью. А вот и подъехали первые рендеры iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Основанная на прототипах. По визуалу ничего нового, кроме увеличившихся габаритов дисплеев до 6,3 и 6,9 дюймов и новой функциональной кнопки Capture. Она будет ямкостной, то есть сенсорной, такой же как например в iPhone 7 кнопка домой. В первую очередь она будет заточена на фото и видео возможности, хотя и с кнопками регулировки громкости мы справляемся отлично. На неделе многие обсуждали судьбу iPhone выжившего после падения с 5 километров. Инцидент произошел из-за отрывавшейся в полете аварийной двери в самолете Boeing 737 MAX 9. Хорошо что без жертв как среди людей, так и среди электроники, но мне больше всего волнует судьба вот этих двух граждан, которые сидели прямо возле аварийного люка. Плюс еще одна фобия при полете на самолетах. А еще Минюст США готовит антимонопольный иск против Apple и вопросов там очень много от адекватных вроде почему iMessage только на iPhone или например Apple блокирует финансовые организации, ну то есть нету альтернативы Apple Pay до довольно ущербных например почему Apple Watch работают с iPhone лучше чем другие умные часы или почему Apple отдает предпочтение своим собственным приложениям и услугам в сравнении со сторонними сервисами или вот еще почему именно такой размер комиссии для приложений распространяемых в App Store. Это очень странно. Да не хотите не покупайте, оставьте яблочников в покое. Ну и под конец традиционно Блиц, короткие новости. В базе данных Федеральной службы судебных приставов России вновь появились многомиллиардные штрафы у Google и Meta, так что задолженности не аннулировали, а просто произошел программный сбой. Все, наконец-то все стало на свои места, а то я плохо спал целую неделю, не мог понять, все таки списали за должности или компании нашли какие-то обходные пути чтобы заплатить штраф. OpenAI запустила собственный магазин GPT Store, который был анонсирован в ноябре прошлого года. В нем пользователи могут выкладывать собственных ботов, которые были созданы на базе ChatGPT. Размещать ботов и использовать их могут только платные подписчики ChatGPT, а в будущем OpenAI планирует запустить монетизацию. Компания заявляет, что с ноября прошлого года пользователи создали более трех миллионов ботов, правда они узконаправленные и предназначены для решения конкретных задач. Искусственный интеллект теперь и в вашей клавиатуре. Microsoft анонсировала замену кнопки Windows на Copilot в будущих ПК клавиатурах для Windows. Ушла эпоха кнопки Windows. Три десятилетия она была с нами. Вслед за Paint Microsoft внедрила Искусственный интеллект в блокнот. Функция Cowriter может сделать рерайт, укоротить текст или наоборот увеличить его в объеме. Официально сроки релиза пока неизвестны, но компания Dell уже сообщила, что релиз Windows 11 24H1 запланирован на апрель. И там еще добавят поддержку драйверов на Wi-Fi 7. Ученые из технологического института Джорджии утверждают, что за 10 лет создали первый в мире функциональный полупроводник из графена. Он чрезвычайно прочный и имеет подвижность в 10 раз выше чем у кремния, а также обладает уникальными свойствами недоступными кремнию. Что ж, ждем практическое применение в реальных продуктах. До скорых встреч, увидимся через неделю, разумеется, если подпишетесь на канал. Пока-пока.